Музыка 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 Это расскажет Мой коллега и соавтор Примислав Раджич Крабчатов Который, собственно, и занимался Вот этим планированием И что есть планирование Без каких-то действий Без практических действий А соответственно, уже в второй части Я покажу результат Клинические этапы Как мы применяем Музыка Какие Предварительные, краткосрочные Результаты вы достигли Итак, я сейчас передаю слово Слава Раджич Крабчатову Для того, чтобы он осветил первую часть И еще одно Планирование 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 Слава Раджич, пожалуйста Слава Раджич, пожалуйста Планирование Спасибо большое, Мич Планирование Первое, на что хотелось обратить И упланирование Это уникальность Искусственного интеллекта В этом, по-моему, планировании Раньше Достаточно трудно было выделить СТЛ-модель, которая Для Средемоделирования Сейчас это достаточно просто С помощью программ С помощью сайта Диагнаркат Дальше я расскажу об этом И второй Аспект В общем, как бы Уменьшение инвазивности Благодаря этой технике Закрепление трансплантатов Космого Одномомент Имплантации То есть Одномомент Имплантации И Соответственно То, как Это все Подходит Конгруентность Эти поверхности Немного О Исходной Ситуации Как Уже сказал Неудачный Опыт Имплантации Предложили Пациенту План Лечения С Издавления Индивидуального Космого Тока Соответственно Цифрового Протоколия Что Тут Как-то Сложно После Неудачной Имплантации Уменьшение Объема Космой Ткани Соответственно Уменьшение Объема Мягких Тканей Близость Каналу Ниже Чепочного Нерва И Что Мы Как-то Для этого Делаем Чтобы В этой ситуации Видеть Торциональный Уменьшение Сервис Диагнокат Который Буквально В два клика Нам Помогает Из Конферсов Томографии Получить STL Файл Нижней Челюсти Причем STL Файл Будет Автоматически Сегментирован От Остальных Структур Будь то Зубы Каналы Нижней Челюстных Нервов Основание Челюсти И так далее В результате Загружаем И в результате Получаем 3D STL Матери Дальше Совместно с 3D Дизайнером Уже Здесь Коротенькое Видео В Ускоренном Режиме Мы Моделируем Сам Конкуренто Конкуренто СТЛ Матери Челюсти Для того Чтобы Максимально Депутуально Проходим Моделируем С учетом Высоты Костных Пихов Рядом Стоящих Групов Моделируем С учетом Выхода Нижней Ломочкой Нервы И соответственно С учетом Будущей Усадки Трансплантата В процессе Приживления Немного Забегая Вперед Такой У нас Получился Трансплантат Он Уже Здесь С Отверстиями Под Дентальные Плантаты Которые Мы сделали Чуть Меньше Тянет Чем Сами Трансплантаты Как раз Для того Чтобы Мы смогли Зафиксировать Трансплантат Трансплантат Вот так Он выглядит Далее Для того Чтобы Смоделировать Шаблон По которому Будем Препарировать Ложек Трансплантат Уже Цифровой Слепок Мягкой Ткани По Астрах ПЦ Для этого Вооружаемся Интерональным Скалером И Соответственно Вот что Получается Переходим В режим Моделирования Шаблона Для этого Нам понадобится Программа Трансплантат И Соответственно Соединяем Все Что у нас Получилось Это Полностью Как Томография На нее Накладываем Мягкие Ткани Десну Это Та самая Из тех моделей Которые Мы получили В результате Работа Диаклаката Она Прецензионна В стадии На место И Вот Тот самый Костный блок Соответственно Все это Нужно Для того Чтобы Все Эти Компоненты Были В одной Оси Координат Все это Послойно Соединяется МКТ С стильмоделью А стильмодель В одной Системе Координат Который Моделируют Далее Мы Расставляем Болтат В артифтические Правильные Положки Моделируем Шаблон И Он В той же Самой Оси Координат Можем Видеть Как Отверстие совпадает Костный блок Вживую Выглядит Именно Вот Так Его Высота 11,6 Мм Длина 19,3 Мм И Шлина 8,4 Мм И Шлина 8,4 Мм И Здесь В следующем Вы Видите 5 Составляющих Которые нужны для успешного планирования данной операции Которые 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 Диагностации С Диагностации Диагностации Моделируем Пластик Болг Сканировать Получение Мягких Тканей Реалгайд Сопоставить И Сделать Шаблон Для Автомоб И Пластикат Чтобы Завершить Эту Работу По Моделированию Какие-то Штутки Сделать Отверстия По Костом Блоке И В принципе Все готово Далее Передаю Слово Оксане Трючок Для того Чтобы Уже Рассказать Как это было В клинике Уважаемые коллеги Вы на связи Слышно Видно Алексей Николаевич Все хорошо Итак Клинические этапы Акгрезионы Вести Блоакгрезионный Вид Здесь В данной ситуации Мы видим дефицит Керротинизированной Керротинизированной Прикрепленной Керротинизированной Керротинизированной активно обсуждаемое с 2019 года, начиная с 2019 года. Вот про конгресс, который прошел в прошлом году, европериод 10 также, то, что мы уже говорим о мухонептивальной интеграции дентальных имплантатов. Для того, чтобы дентальный имплантат в госпешной перспективе успешно в году двигаться не только осью интеграции, но и мухонептивальной интеграции. И одним из критериев, то есть там три основных критерия должны присутствовать. То есть это определенная толщина мягких тканей, нахтовая форма дентального имплантата, определенная зона, прикрепленные тесны, керотинифированные, защита от механических компрессов. И минимальное количество травмирующих факторов при извлечении устатута. Так вот, здесь у нас будет вопрос, связанный с тем, как надо создать условия для того, чтобы сформировался переплантатный мягкотканный порей с высокой функциональной активности. И мы уже понимаем, что данного количества данного количества данного количества перетеханизированной десны не будет хватать. И сейчас нам нужно заложить основы для того, чтобы потом создать уже мягкие ткани. Потому что не только костные ткани, но и мягкие ткани. Потому что мягкие ткани обеспечивают стабильность костной ткани. И по последним критериям успеха предложен профессором Павловом совместно с Энкевичем в любом 2021 году журнале «Трежащего взрослого future dentistry» международной журналистой патологии. Как раз критериями патологического лечения стабильность костной ткани на сплатформу имплантата или даже овергрозы на рост костной ткани на сплатформу имплантата. Обращаем на это внимание и, соответственно, нам спланирует дизайн развития. Как мы сделаем разрез, чтобы включить доступ к полиолярному адресу. Первое. Мы измеряем по порядку 8 мм. И 19 мм в длине. И вот клинические мы измеряем. Здесь у нас 7 мм в длизистой оболочке. Примерно ход пиков покрытых длизистой оболочкой. Как бы соответствует. И, собственно, дефицит ширины. Тоже порядка 1,5-2 мм. Ширина прикрепленной десны. Что, естественно, недостаточно. Каким же образом выполнить разрез? Если мы сделаем разрез... Если мы сделаем парческий разрез в области зону прикрепленной десны в ланите, установим фок, мы получим, мобилизируем лоскут, чечный лоскут, мы получим как бы под линию разреза, сшитую линию разреза, сшитую линию разреза, сшитую линию разреза. То есть, в этом случае, мы можем, мало ли, таки рассчитывать на сушитую линию натяжения. Поэтому мы приняли решение разрез священности Гуляна, как при классической пластике бога Казанжары, которая еще была предложена в 30-е годы прошлого века, ну и с некоторыми модификациями сейчас используются и при создании прикрепленной десны в переплакатной области. Отступая примерно 1 см от границ скрепленной десны и подвижа слизистой оболочки в губикальном направлении тел разрез в длину полтора миллиметра и вот в этой зоне формируем расщепленный слизистый мозг, то есть под слизистой ткани смещаем мобикальное и расщепляем мозг. На границе прикрепленной и подвижной слизистой уже делаем разрез под наркозницы, в области прикрепленной десны формируется уже полнослойный слизистый наркозный птичный мозг, а все ткани с под слизистой ткани и наркозницы смещаются в пиктальном расправлении от реценажа и реценажа. Здесь на данной птической фотографии видно выход выход ментального отверстия и выход лишнего лучшего отверстия очень близко и как раз в этой зоне должен находиться тип реплант постреплоге леофилисированный постриплог аллатрансплантат с использованием технологии компьютерной дизайне моделируемый дислопати все это прекрасно сейчас показал с гамма-излучением стерилизуется в таком виде к нам приходят и далее мы его уже примеряем областерап все ли так точно как мы запланировали да что все точно и дальше его декоратируем это гидрохимовый материал собственный проект мы практически ну не практически 99% случаев используем ВРЛ фибрин то есть фибрин обогащен фармацитами при наших манипуляциях в разных формах мы используем в данном случае мы используем в количестве брак и хуже проект мы используем для того чтобы сделать гидрохимовый материал данного плантата заранее заранее изготовленный шаблон используем подготовку вложен фотоимплантат с помощью шаблона причем используя все вот те программы на которые приобрел Владимирович пластикат реалгайд диагноз диагноз а очень прецизион все отрезки совпадают это проверим отпрепарировали мы получили вот так здесь как раз видно где углы питания как все близко но никого не повреждено благодаря цифровой технологии у меня уже около 20 лет старший работой с футбольными планаторами и я понимаю насколько без цифровой цифровой технологии добиться такого анатомически значительного элемента дальше определенный у нас план мы планировали зафиксировать хостблок с использованием самих же имплодат для этого мы моделировали отверстия хостблок на несколько метров хуже чем тело имплодат соответственно когда имплодат будет проходить через плотный блок он будет испытывать определенное сопротивление и это мы будем помощать здесь должно быть сопротивление слишком большое блок и нам придется ушиться мы ничего не сделаем если мы слишком расширяем это отверстие то блок не зафиксирует его придется фиксировать вибранами и прочими вещами но здесь вопрос а что делать с ментальным отверстием поэтому нам критично важно чтобы блок не сломался не треснул и в то же время чтобы он очень надежно зафиксировался поэтому я понимаю насколько важен здесь мануал здесь мануал вот понимая это чтобы хорошо чувствовать движение квадрата в самом блоке мы сначала устанавливаем квадрат готовленный отрезок то есть мы устанавливаем квадрат квадрат на 3 мм погружаем и 4 мм остаются на поверхности в космосе мы вырезаем чтобы я точно понимал квадрата череп от чего идет и оба квадрата погрузили обязательно условие декортикализации причем армия не с кромок а отверстиями это обеспечивает питание питание нашего космосплантата пример космосплантата еще раз уже гидротируем это аутпус это аутпус это аутпус 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 используем при данной пластике помещая ее между аллотрансплантатом и собственно аутпус тем самым мы обеспечиваем незаметительный остеокинез то есть понятно трансплантат трансплантат вернее имплантат имплантат реабилизированный аллотрансплант имеет тупцию остеокондукцию но остеокинез собственный кост аутпус трансплантат обеспечивает собственную аутпус аутпус трансплантат в области перфорационных отверстий и затем спозиционировав уже лимфолизированный блок в правильное положение как бы совмещая крести которые из блоки были варианты матроски мы уже непосредственно через блок устанавливаем блокад своими витками это блокад имеет диаметр лп но диаметр наружных витков это очень удобно дизайнер блокад и мы фиксируем костный блок с имплантатом добиваемся сразу двух целей установка имплантата аугментация мягких тканей фиксация костных тканей аугментация и фиксация костного блока с помощью имплантата погружен на 3 с половиной миллиметра ниже краевого костного блока мы измерили вот на поверхности имплантата как показывает 10 миллиметров трансплантата запроектирована специально с гипер запроектирован мы понимаем что произойдет определенный объем в среднем это собирает около 15 процентов 20 процентов поэтому имплантат иметь в итоге объем блока вот но также клинически когда я уже начал адаптировать лоскуты и смотреть как они совпадают я понял что нужно этот эксплантат еще немного уменьшать полностью для этого мы используем фрезу формы алмазную хирургическую фрезу ее также доступ вверх 400 мм фрезу и мы этот же адаптируем костный транспортатель что что интересно костный блок по ощущениям он очень удобен для работы надо чуть-чуть расширить например отверстие если слишком большое напряжение выкрутили расширили отверстие легко надо адаптировать форму тоже никаких проблем с ним очень удобно работать в общем мы немного уменьшили форму но также оставили примерно 2,5 мм на усадку от платформы плантата и сами ответственно для того чтобы не были мягкими тканями мы заполнили смесью аутохости аутохости пациента и ксенотрансплантат ксенотрансплантат в данном случае мы использовали для того чтобы он служил кондуктором самый стабильный материал из трансплантатов который используется это ксено как раз получается и здесь опять-таки смесь аутохости с ксенотрансплантатом аутохости дает ксено даст стабилизацию объемов и соответственно вот здесь такой биологический сэндвич получается аутохость Используем опекальные швы для создания, для иммобилизации подвижности с листой оболочкой, потом горизонтальные матрасы для компенсации отек, когда будут отеки, и швом мультоноса при рутеннировании, как обвивной, ушиваем жиром. Рентгеновские снимки после установки имплантатов на этом снимке видны костные пики, которые у нас были в костные пике. Вот здесь находится аутотрансплантат. Это аутотрансплантат и сама архитектура трансплантата. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Валярр